Итальянский певец, прославившийся после победы в конкурсе на фестивале Сан-Рема, Рикардо Фольи, так полюбившийся в СССР, что он дал уже больше 300 концертов в общей сложности в городах нашей страны. 21 октября Рикардо отметит свой 73-й день рождения. Детство родился будущий певец 21 октября 1947 года в небольшом итальянском городе недалеко от Пизы. Его родители были простыми рабочими, и Рикардо, как и отец, после школы начал трудиться слесарем. 16-летний Рикардо работал на заводе и мечтал купить гитару. Ведь у него был красивый голос и большая страсть к музыке. После появления на мировой эстраде группы Beatles Fолью увлекся их музыкой и решился попытать счастье и тоже исполнить свою мечту – стать музыкантом. Музыкальная карьера с 1964 года Фольи начал петь в одной группе, двумя годами позже – в другой. А в 26 лет Рикардо начал петь сольно и даже выпустил свой первый альбом. Потом последовали другие альбомы и Фольи стал знаменит в Италии. Счастливым билетом стало участие в фестивале итальянской песни в Сан-Ремо в 1982 году. Песня Story di Tatti e Giorni заняла одно место и стала визитной карточкой Рикардо. Свой путь музыканта я начал сам. Учился играть, брал небольшие уроки, тренировал свой голос, но для Ого, чтобы он зазвучал, должно петь сердце. Итальянец в СССР благодаря показу Фольи в передаче мелодий и ритмы зарубежной эстрады о нем узнали в СССР. Музыкальный альбом Colision так полюбился слушателям, что в считанные дни не осталось ни одной пластинки в магазинах. В 1985 году Фольи дал концерт в Москве, Киеве и Ленинграде. Все имели огромный успех и залы были забиты под завязку. В 1988 году певец приехал еще раз в СССР с концертом. А в последние годы Рикардо не раз приезжал в Россию для участия в концертах из популярных песен 80-х годов. В 2012 году певец проехал с гастролями не только столичные города, но и порадовал жителей Сибири своими концертами. Причем во время своих концертов Рикардо свободно может спуститься в зал и спеть с кем-то из зрителей вместе, в один микрофон. В последний раз певец был в России совсем недавно, в марте. Свою любовь к России объясняет так, Россия, пожалуй, единственная страна, созвучная духу романтики и страстной любви, которым посвящены все итальянские песни. Интересные факты 1. Рикардо занял 11 места на Евровидении с песней «Пер Лусия». 2. После успеха в 1982 году еще трижды принимал участие в фестивале «Сан Ремо», но занимал только четвертое место. 3. Вторым страстным увлечением Рикардо является футбол. Фолье регулярно играет в национальной команде итальянских певцов. А в детстве мама запрещала играть ему в футбол, потому что жили бедно и у мальчика была всего одна пара ботинок. 4. Всего у Фолье 32 альбома, последний из которых вышел в 2005 году. 5. Певец в своем возрасте продолжает заниматься бегом. Много раз пробегал марафоны по 42 километра, а однажды участвовал в забеге по пустыне Сахара, где за четыре дня одолел 113 километров. 6. Рикардо сам пишет стихи. Например, в альбоме Мэтео песни Фолье исполнил на свои собственные стихи. 7. Своими самыми любимыми песнями сам Рикардо называет Лотти Прега Диаскалтер, «Я прошу тебя послушать», «С.H.N. Исай», «Что ты знаешь», «Тиама Перо», «Все же я люблю тебя». Личная жизнь с первой женой, певицей Вирджинии Минетти, Рикардо прожил довольно долго 11 лет. Потом был гражданский брак с актрисой Стефанией Браси. Пара прожила вместе 14 лет и появился их сын, Алессандро, 27 лет. Сейчас Рикардо уже 10 лет женат на Карен Трентине и воспитывает в свои 73 года маленькую дочь Мишель Мари, 8 лет. Супруга гораздо младше Фолье, но певец не стремится молодиться до ее уровня с помощью пластики, а выглядит так, как и должен выглядеть 73-летний мужчина, с морщинами на лице, цесединой в волосах и в очках. Мир сейчас такой странный, что даже мужчины себе все подтягивают. Но я решил остаться таким, какой есть. Я ценю в людях сердце и мозги. Правильно, Рикардо, тебя любят не за внешность, а за голос и душевные качества, а их пластикой не изменишь. С днем рождения! PS завтра расскажем о другой имениннице 21 октября, Ким Кардашьян. Имя у всех на слуху, но кто она? Приходите на канал, узнаете о ней кое-что интересное.